Научная конференция от Калашникова до СВО объединила специалистов промышленности, сельского хозяйства, образования и науки. Люди из этих сфер помогали стране в годы Великой Отечественной войны. За победу, как и сейчас. Мы все с вами идем к замечательному юбилею победы в Великой Отечественной войне. И нашему региону точно есть о чем рассказать. Сегодня это основная тема наших докладчиков, наших круглых столов, наших выступлений. И роль и место Алтайского края, и его жителей в победе. Это тема священная. Вклад жителей Алтайского края в победу над фашизмом огромен. Например, в те годы сельские труженики Екатериновки из Миногорского района сеяли для пострадавших и солдат пшеницу. К октябрю 1942 года в Алтайский край прибыло по эвакуации 43 детских дома, в которых было больше 5000 ребят. Все это и не только мы вспоминаем с гордостью и продолжаем жить в современных реалиях. Мы находимся сейчас в той стадии, когда мы имеем большой объем источников, материала по Великой Отечественной войне, что не мешает нам каждый раз возвращаться и переосмыслять ее значение и вклад Алтайского края в победу. И, конечно, сейчас идет формирование, накопление, осмысление всего материала, связанного со специальной военной операцией. Один из спикеров конференции Евгения Демчик, заведующая кафедрой отечественной истории, выступала с докладом на тему «История Барнаула в годы Великой Отечественной войны». Один из проектов – это книга, где представлены различные подвиги наших жителей. Особый акцент – как на территории Барнаула была развернута госпитальная база. Ну, например, вот такой элементарный вопрос, который сейчас наша творческая группа решает. Вообще, сколько госпиталей было в Барнауле в период войны? Вот по одним источникам максимальное количество – это 16 госпиталей, по другим источникам еще сколько-то и так далее. То есть историк, он такой пытливый, он должен сопоставлять все документы и выявлять из разных источников историческую правду. Также участники конференции могли посетить выставку. На ней представлены оружия как современные, так и те, которые использовались в годы Отечественной войны. А также необычная настольная игра про Барнаул в годы войны. Участникам необходимо пройти путь от ЖД вокзала до Нагорного парка, отвечая на различные вопросы. Тут игра показывает то, что даже в годы войны люди продолжали заниматься образованием, культура развивалась. То есть какие фильмы были показаны, какие матчи, футболы, тоже люди ходили, смотрели. Всего на конференции было представлено свыше 30 докладов на темы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Тогда и сейчас люди объединяются, чтобы защитить нашу родину. В этом и есть русский дух. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.